Мы специально подняли все документы по охранным зонам, по тому, что нам был представлен со стороны епархии только постановление 97-го года, где им на год было предоставлено этот земельный участок под проектирование и строительство церкви, которая здесь, соответственно, больше никаких документов, которые могли бы предъявить права через земельный участок. Ну и в постановлении было написано, что это церковный геоск. У нас были общественные обсуждения, у нас есть протоколы, у нас есть количество проголосовавших, у нас, как бы, с точки зрения участия в программе... Это понятно, все вспоминал. Да, соответственно, если бы на том этапе этот вопрос кто-то бы... Поднял? Конечно, потому что, ну, они уже там сегодня больше ста подписей, ну, значит, люди есть, которым это не безразличное. Поэтому здесь мы готовы были на этом этапе обсуждать все возможные варианты развития событий. Эта территория именно выбрана для первоочередного благоустройства, было дано поручение комитету для приоритетного благоустройства. И это поручение, как я понимаю, было дано на основании устного поручения губернатора. Именно эта территория была выбрана, как визитная карточка Ивангорода, как вот объездная-выездная зона. Поэтому она и первая была принята в работу, в общем-то, для разработки проекта благоустройства. И очень хочется, чтобы туристы, которые следуют зону Евросоюза, захотели останавливаться в Ивангороде, захотели здесь провести время, заинтересовались этим местом и узнали о нем больше. Потому что мы знаем о том, что кроме общеизвестных памятников есть и районы, такие как Парусенко, о которых мало кто знает. Но в целом, чтобы люди здесь остановились, провели время и, понятно, что потратили деньги, потому что городу нужна жизнь, которой сейчас здесь немножечко не хватает. И такие пространства, как это, которые мы глобально, как вы видите, здесь не предполагаем какой-то реорганизации. Мы просто хотим сделать здесь пространство, где люди могут остановиться, отдохнуть, выпить кофе, прежде чем они встанут в очередь и пересекут границу. И параллельно они что-то узнают об этом месте, параллельно их как-то, может, заинтересует и спровоцирует вообще в следующий раз сюда приехать специально. В этом бетонном покрытии брусчаткой в один уровень сделать абрис фундаментов церквей, находившихся на этом месте, и сделать информационные, красивые, такие, как бы, ну, как это называется, импостойки, да. Назовем их так, хотя это не совсем правильно, которые рассказывали бы об этом месте, о том, что находилось, об этих церквях. Как раз мы сейчас их разрабатываем. Я спрашиваю сразу. Я так понимаю, что вот этот абрис фундамента, он достаточно условный. Он не подразумевает вскрытие фундамента, если он сохранится. Нет, дело в том, что... То есть это просто сверху? Это просто сверху, это плитка, это брусчатка, да, потому что, ну, вот, насколько мы знаем, опять же, если там... Просто не знаем, есть ли он вообще там. Их вот там какие-то велись работы когда-то. Пятидесятых именов у нас не живает, да, 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 да. Их действительно нигде нет, мы нашли информацию о них, ну, в интернете, мы нашли их планировки, нашли исторические фотографии, гравюры, что-то такое вот. Но мы, тем не менее, таким образом хотели бы вот эту память места сохранить, потому что история начинается... Ну, мы заезжаем, да, у нас есть вот это вот место, которое нам рассказывает какую-то историю. А вторая очень важная вещь, это то, что с этого места открывается вид на, собственно, основную и самую известную достопримечательность Ивангорода, это крепость. И понятно, что хочется вот эту видовую составляющую максимально открыть, людей привлечь здесь, остаться. Потому что любой человек, если есть какая-то видовая составляющая, это тоже повод для того, чтобы провести время на территории. И мы хотим усилить эту видовую составляющую и направление непосредственно на крепость, создав здесь такой променад с некоторым количеством как раз деревьев и мест отдыха рядом с ними. И вытащить сюда небольшим таким как мостиком-балконом, то есть сделать видовую площадку, обозначив наше отношение к историческому контексту. То есть мы не просто случайно отсюда увидели крепость, а мы специально говорим о том, что это видовая точка, посмотрите на нашу достопримечательность. И это хорошее место, чтобы сделать фотографии. Сейчас это очень важно, в социальные сети все больше роль в нашей жизни, играют хорошо это или плохо, но тем не менее многие люди узнают отчасти из фотографий каких-то своих друзей. Соответственно, мы таким образом хотим тоже эту составляющую подчеркнуть. И здесь очень выконеченнее. То есть мы обсуждали с городом, что это не место каких-то проведения праздников ни в коем случае, для этого есть другие места. А это именно современное пространство для жителей и для того, чтобы туристы могли здесь остановиться. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте, мы начнем нашу такую рабочую встречу, совещание. В Ивангороде, несмотря на то, что есть определенные сейчас ограничения, тем не менее жизнь у нас продолжается. В том числе в Ивангороде в этом году будут действительно серьезные проекты реализованы, которые дадут возможность как для жителей, так и для гостей города создать более комфортные условия. И, конечно, сегодняшняя наша встреча, она как раз-таки вызвана тем, что началась уже практическая реализация поручений губернатора Ленинградской области по созданию в Ивангороде благоприятной среды для того, чтобы можно было Ивангороду развиваться как к туристическому центру, как въездные ворота в Ленинградскую область, в Российскую Федерацию. Один из таких проектов – это благоустройство нашей центральной площади, площадь, которая и встречает гостей, и провожает жителей нашей страны. И мы попросили вас сегодня приехать, потому что бы разрешить вопрос, который на сегодняшний день возник, который мы со своей стороны, видимо, не учли, и попытаться найти компромиссное решение, потому что в любом случае приоритет нашей работе – это благополучие и комфортное проживание жителей Ивангорода, потому что они здесь находятся постоянно. Ну и, конечно, мы знаем, что Ивангород богат очень историей, более шести веков на этой территории находится и развивается, поэтому, безусловно, компромиссное решение, которое, я надеюсь, сегодня мы с вами единое выработаем, оно устроит все стороны нашего города. Реализация проекта происходит за счет средств национального проекта «Комфортная среда», который жестко ограничивает целевое использование средств на те или иные цели и задачи. При разработке проекта, когда такой вопрос встал, после поручения Александра Юрьевича, когда он провел здесь большое рабочее совещание в июле 2019 года, была поставлена задача привести павриитет на эту территорию в благоустроенное состояние. При разработке технико-экономического обоснования и технического задания поставлена была задача предусмотреть проект, который будет ликвидирован парковкой, то есть все меры, которые исключат какое-либо движение, территория останется, как уже коллеги рассказывали, направленная на отдых граждан, на открытие территории, которые имеют большой интерес. Соответственно, рядом у нас есть музей, то есть чтобы все это ввязалось с общим обликом города. И якорным было, пожалуй, то, что историческое значение этого места, на котором стояли храмы. Поэтому проектом было предусмотрено обязательно условно нанести контуры, для того, чтобы люди, приходя на это место, они не только могли сфотографироваться на фоне замка и крепости, но и изучить историю. То есть там ряд стендов, которые будут говорить о том, вообще, что это за место. Понятно, что после того, как храмы были разрушены, в советские годы к памяти относились немножко попроще. На сегодняшний день мы провели анализ, значит, там у нас, если говорить об историческом наследии, первое, что сетями практически основание все, которое там могло быть, оно, ну, согласно трассировок и предварительной схеме размещения, оно, я бы сказал, прожидено или уничтожено, потому что сетей там действительно много проходит, там и вода, и канализация, и сети связи. То есть, ну, поэтому считать, что территорию можно восстановить, там, или храмы восстановить из того, что там было, ну, не представляется возможным, по той информации, которая имеется. Плюс уличная дорожная сеть, которая пересекает ту территорию, в которой раньше была застройка. Поэтому считаем, что проект, в принципе, не нарушает ни исторического значения, ни, не относясь к объектам капитального строительства, не затрагивает возможные или невозможные геологические слои. И проблематика, которая нас сегодня собрала, она, по всей видимости, несет частный характер, ну, по крайней мере, в общем понимании. Да, у нас есть там два объекта, которые на незаконных основаниях, то есть, не подтверждены документы, не сформирован участок, не предоставлен. Как торговая точка, если говорить о лавке, значит, есть регулирование размещения торговых точек, значит, это либо должно быть объект капитального строения, либо стационарный, не стационарный. Если не стационарный объект торговый, то есть в муниципалитете утвержденная схема на размещение стационарных торговых точек. Русская православная церковь не занимается коммерцией, и наша организация зарегистрирована официально как некоммерческая организация. Такое часовное, которое говорят, он не подтверждается, потому что там, помимо того, что можно исключительно приобрести атрибуты православной церкви, в церкви больше другого иного значения оно не умеет. То есть там через записки предоставляет, предоставляется в моем понимании услуга. Поэтому я ее и приравниваю к стационарной торговой точке, пытаясь найти хоть какой-то вариант, который бы ее легализовала. Из проекта этой часовни с печатями, где фирма, которая занималась ее строительством, эта фирма мэрией была аккредитована. Так что мэрия, получается, всех ввела в заблуждение, построила вместо часовни торговую точку, но на проекте написано часовня, а не торговая точка. Я говорю, нас тоже не устраивает, да, часовня временная, мы с этим согласны. Она строилась как временное строение, потому что в 2007 году началось строительство храма, знамени Божьей Матери. Вы же видели, там забиты сваи по благословению, митрополита Владимира Климова, как сказать, представителя ЗАГСа, собрания официально, вот, пожалуйста, это тараулок ЕА, пожалуйста. Вот. Был проект, утвержденный митрополитом Владимира Митрополией официальной, поэтому ваше утверждение, что мы, вот, часовня, эскиз часовни, не киоска, не ларька, вот, и утверждение, что мы незаконно владеем этой территорией, безосновательная левитация. Всегда это требовалось через регистрацию. На сегодняшний день для того, чтобы, ну, всегда, в принципе, было, для того, чтобы начать возведение сооружения строения, нужно было, а, сформировать земельный участок, б, оформить все соответствующие документы, и, ц, получить разрешение на строительство. На сегодняшний день, согласно выписке, Росреестр с публичной кадастровой карты, на этой территории земельных участков не сформировано. Я сказал, что эта часовня и нас не устраивает, давайте построим красивую часовню, которую всех будет устраивать. Полномочия органов местного самоуправления, в данном случае первого уровня, строительство таких объектов является, как бы, не нашими полномочиями. Соответственно, трата средств муниципального бюджета будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, то, что у нас в учет уголовной ответственности. Поэтому разговор-то идет в какой плоскости? О том, что мы, на сегодняшний день, администрация города Луангород выполняет все задачи, которые перед ним ставятся правительством Ленинградской области и Александру Юрьевичу лично, после его рабочего совещания, которое прошло, как я уже говорил, в июле 2019 года, и рамках действующего законодательства. Все. Позиция о том, что не надо это делать, ну давайте ничего не будем делать. Было заявлено, что были некие слушания, и большинством голосов жители города это голосовали за снос часов. Екатерина Александровна, объясните, пожалуйста, как происходит утверждение проектов по городской комфортной среде? Процедура. В федеральной программе необходимо пройти голосование, да, соответственно, администрация издает постановление, вывешивает перечень территорий, ну как бы рекомендованных для благоустройства, для выбора жителей. Жители голосуют за приоритетную для них территорию, которую бы они хотели благоустройство в первую очередь, а также дают свои рекомендации по функциональному ее наполнению. Соответственно, когда процесс заканчивается, мы снимаем эти данные, смотрим, на какую территорию необходимо сделать дизайн-плэк, а также, что конкретно хотят там жители, что они рекомендуют к сохранению, что они рекомендуют к, допустим, дополнению. Онлайн-голосование, в общем, доступ, где все, кто имеет желание участвовать в... Ну, я думаю, что вот у нас некоторые прихожане в курсе были, были этого, и вопрос, они говорят, да, батюшка, а так нам проснуться с часовым, и никто и не говорил ничего. Просто говоришь, глупо спросить в территории. А сейчас никто не говорит. Вопрос стоит о перемещении вашего строения без фундамента на этой же территории, ну, немножко, как бы, вправе. Ну, как вариант. Чтобы оно попадало в зор, а где находились храмы, то есть рядом со святой землей, на что вы ссылаетесь. Вот и все. А спекуляции, которые и введение в заблуждение жителей города, которые сейчас озабочены, и я с ним полностью согласен, когда люди приходят и говорят, а почему вы сносите? А кто вам сказал, что вы сносите? Изначально мне никто никаких переносов не говорил. Мне сказали просто, надо убрать часовню и крест, потому что у нас есть проект, и в этом проекте они не предусмотрены. Кто хвал? Вы же говорили. Я говорю? Да. Что нужно снести часов? Нет, не снести. Убрать. Вот так сказать. У нас с вами разговор стал, что у нас ваш объект попадает. А переносит в другое место? Вы не говорили. Мы говорили, давайте определим место, куда мы можем эту часовню сейчас переносить. Мы с этим и начали. По переноси. Мы рассматривали вариант, вы сами предложили, давайте вы благоустройство, смотровую площадку сделаете через дорогу, около Гагарина 1, а часовня пускай остается... Это я уже второй раз говорил. Первый. При втором месте. Это первый раз. Не воркут. Второй вариант. Вы предложили, мы сейчас раз нам должен писать... Нет, 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 ближе к автостанции. Про автостанцию помните наш с вами разговор? Что есть свободное пятно, там же есть у нас опоры, к которым мы можем электричество подвести, что мы ее сдвинем в противоположную сторону. Понимаете, что в корне неправильно вообще сам вопрос. Такое ощущение, как будто я вот за эту ларюку цепился, как вы говорите, и держусь за эту часовню, за эту развалюку деревянную. Мне нам дадут дорогое самое святое место. Вот почему мы настаивали, епархия настаивает на археологическом изыскании, исследовании, раскрытии фундаментов и, может быть, либо возрождение Никольского храма, который как раз на этой площадке помещается, либо строительство памятника часовни в память об этих храмах, а священномученике Дмитрия, который похоронен. Вы ссылаетесь на Гайчинскую партию, а Гайчинская партия не располагает информации о причинах вообще, в принципе, конфликта, ситуации, которые здесь возникли. Если мне и партия письменное распоряжение пришлет, что вам, Игумен Дом, как ответственному за эту территорию, за этот часовню, за этот крест, то выставляется, перенести туда-то, туда-то. Мы возьмем и перенесем. Вы выступаете, вы даете интервью, вы позволяете себе... Я в своем интервью ничего такого не говорю, что не соответствует действительности. Там, в принципе, все не соответствует действительности. Сейчас уже, я думаю, что всем стало понятно. Сейчас уже, мы же тоже все эти отслеживаем. На сегодняшний день хочется погасить ту волну, потому что уже между жителями, между жителями Ивангорода, уже произошел раскол из-за этой ситуации. Одни глубоко верующие жители говорят о том, что не надо ничего делать, оставьте нам святое место. Другие жители говорят, ну, у нас и так в Ивангороде немного мест, их практически нет, где можно с детьми, с семьей прийти, да, кроме вот этого маленького променада, который вечером придите, посмотрите, действительно много семей приходит туда прогуляться. У нас таких мест практически нет. И здесь оно не то, что видово, оно знаковое для Ивангорода. И нам хочется, да, сделать его действительно достойным. И вот этот раскол в обществе, в котором эта ситуация происходит, ну, я считаю, он вообще никому не нужен. Ни вам не нужен, ни городу, ни жителям, никому. Но он на сегодняшний день происходит. Уже жители между собой начинают там выяснять отношения, кто старше. Хотя, ну, изначально все процедуры были соблюдены, общественное обсуждение. Вы, если посмотрите газеты Ивангорода, мы, вопрос о благоустройстве Ивангорода, он начался еще с 31 июля, в момент приезда губернатора. Все проекты, все картинки везде выложены. И мы это на всех собраниях общественных об этом тоже говорим. Мы поняли, что вы за законную, ну, в рамках действующего законодательства. Мы с этого и начали, что на сегодняшний день прав никаких, ни земельного участка, ни разрешений. То есть, то, что те документы, которые вы нам предоставили на второй встрече, это постановление 97-го года, где вам на год был передан этот земельный участок для проектирования строительства. Больше никаких движений по этому участку, да, и никаких юридических прав на сегодняшний день вы нам не смогли предоставить. Я же в первом же разговоре с вами об этом начал. У вас есть какие-то документы, чтобы мы уже начали с вами какое-то официальное движение. Вы сказали, у меня дома, потом у меня в епархии. Мы две недели подождали, потом у вас прошло совещание, на следующий день вы привезли уже обращение на губернатора и в копию меня поставили. Ну, хронология-то была вот такая. Если бы вы в первый день сказали, там, Александр Ильич, давайте так, я в епархии, я созвонился со своими коллегами, сказали, пишите официальное письмо, мы уже с вами в какие-то отношения будем вступать. Мы бы все изложили, что у нас нет подтверждения никакого, что у нас нет никаких юридических прав. У нас есть моральные права, потому что мы здесь живем, мы здесь работаем. Варианты предлагали, что мы сейчас первый этап, давайте приведем в порядок, закроем парковку, потому что, на самом деле, вы сейчас прошли, посмотрели, да, это она закрыта. Когда нет, то есть в пятницу туда даже не заехать. Там все стоит в машинах, там постоянно парковка, там фуры заезжают и так далее. Это отстойник, который вот они на этом месте. Закрыть территорию, сделать ее красивой. И в дальнейшем, да, мы придем к тому, что мы хотим ее дальше развивать. Будет это часовня, будет это храм, вопросов нет. Мы готовы и готовы там помогать, оказывать содействие. Мы сейчас в большей степени смотрим на то, чтобы там появилась красивая часовня, которая действительно будет олицетворять и нашу страну, и наше государство, и наше православие, потому что, ну, это въезд, и место, ну, на самом деле, место шикарное. Вот я думаю, что нам имеет смысл сосредоточиться именно вот на этой части, да. Стационарная будет капитальная, либо некапитальная, мы это сможем обсудить уже, ну, скажем так, как только мы подойдем. И, ну, на мой взгляд, та энергия, которую сейчас жители это все обсуждают, можно пустить в мирное русло, да. Может, батюшка выйти с инициативой, ребята, давайте соберем средства, да, прихожане, все жители. Я сам с удовольствием поучаствую. Ну, я сам из семейного бюджета внесу для того, чтобы этот проект появился. О строительстве часовни. Вот у вас есть вот в контурном виде, вот, а может быть, ну, в смысле вот часовни памятника, не той часовни, как в прямом смысле культового здания, что вот закон не позволяет, да, финансировать. А вот если помимо контуров... Как малая архитектурная форма вы имеете в виду, да? Да, архитектурная, да. А арочная. Это бы просто, ну, немножко бы, наверное, добавило, кладыка вот это имеет в виду. Заключен контракт, и она такая, и так, как бы, зажатая очень сильно. И я боюсь, что, ну, насколько мне хватает знаний по смете, у нас просто из ниоткуда взять их в рамках этой сметы. Мы уже понимаем, что в рамках этого контракта мы это сделать не можем. Но мы же потенциально можем за счет иных каких-то средств, может быть, и в небюджетных, установить МАФ уже на сделанную, принятую территорию в рамках комфортных... ...потребовательных работ подрядчикам, это требование Минстроя, в ближайшие три года желательно выполненное благоустройство не менять. Кроме этого, осуществляется мониторинг благоустроенных общественных территорий. Мы лишь квартально подаем в Минстрой отчет, в том числе фотоотчет о содержании благоустроенных территорий. А какая мера ответственности? Вообще, мера ответственности у нас штрафные санкции. То есть, это не будет забытое место. Это однозначно, для этого, это и стояло, что задача, что должны быть хорошие, большие, емкие информационные стенды, которые полностью расскажут в своем территории. Красночем, да. И можно там нанести как раз фотографии можно. Потому что у батюшки есть фотографии, какой он был до разрушения. Я руководитель областного отделения Александр Невского братства и член Редсовета журнала «Зодчий». На самом деле, мы много публикуем по комфортной среде, практически каждый номер читайте. Коллегам, я оставлю последние номера. С комитетом по культуре на самом деле, я согласен. Тут два момента. Это требование законодательства. Нет, это требование законодательства. Это раз. И в любой момент проект встанет. И, честно говоря, перед вами, коллеги, преклоняюсь взяться за историческое место под комфортную среду. Ну, вот как говорит Владимир Владимирович, респекту уважуха, что вы вообще за него взялись. Ну, вообще, это, ну, такой самоубийственный проект. Если он удастся, то и вы из него выйдете красиво, так сказать. Это будет, ну, одно из немногих мест, где в рамках комфортной среды вы отработаете объект историко-культурного наследия. Потому что, в основном, все берут, ну, какие-нибудь площади, дома культуры, так сказать, его устраивать и так далее. Вот. Вы взялись за нетривиальную вещь. 31 июля в время презентации предварительного проекта Александру Юрьевичу рядом стоял Евгений Валерьевич Яковский на то время, председатель комитета по культуре. И, скажем так, разговор был открыт. Есть территория, есть задача. Вы сказали про самоубийство по поводу проектирования. Но если Александр Юрьевич сказал привести площадь в порядок, тогда мы скажем, ну, давайте, мы... Поручение, ну, я свидетельствую. Поручение было дано, что дать возможность реализации этого проекта. Ну, вот, я считаю, что здесь, ну, мы ничего не утаивали, мы и с Лесьей Анатольевной общались. И, мало того, еще подтверждение на сегодняшний день, что в следующем году музейное агентство приступит и к ремонту фасада, потому что площадь будет приведена в порядок, соответственно, нужно дальше уже смотреть и здание тоже приводить в фасадную часть подрядчика со своими силами указанное место, которое мы все вместе согласуем, перенести, подключить и чтобы плавка продолжила свою работу. А может быть... Мы уже можем ее поставить на сегодняшний день по периметру проведения работ, ну, максимально близко, потом, когда у нас проходят все сроки, которые... применения, которые у нас есть, ее потом переместить и вот, например, мне кажется, что там по чертежу одна маленькая зона, там, в принципе, можно было бы ее как вариант установить. Вячеслав Владимирович, предложение вам встретиться с елипископом Павличем Ирием Петрофановым в ближайшее время именно по вопросу времени на предмесах за 5 часов, чтобы этот вопрос решить. Ну, для этого коллег, которые своих пригласили, мы с Вячеславом Леонидовичем содействуем в организации встречи, мы сами подмельцы. Это именно по этому. Ну, а далее уже по вот этим всем вопросам на комитет по культуре и дальше обжором. Хорошо. В области понимать, чтобы мы не двигались в разрез, да, то есть мнение Александра Юрьевича по этой ситуации, мы, соответственно, будем уже подстраиваться и готовы все вопросы, скажем так, хозяйственные, да, для себя взять и провести встречу в епархии. Мы решались не через месяц, полтора, да, возникла проблема, мы опять собрались, переговорили и не решили, потому что иначе это ужасная сумма, которая будет потом. Мы сами понимаем, что только федерация, да, Григория. Один раз мы сделали, а еще не перекрыли все. Мы в меньшей степени хотим, да, подставить, мы вообще не хотим никого подставлять, да, и в кавычках прославиться нам наоборот. Мы очень ценим поддержку, которую оказывает правительство Ленинградской области, нашему небольшому городу. Проект сделан, какие-то маневры внутри него уже невозможны, он должен быть материализованным, и нам всем просто нужно достигнуть понимания в некоторых нюансах и гармонизировать ситуацию. Правильно. субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok